всем привет дорогие друзья это обзор на кроссовки сиоми 2017 года выпуска цвет серый размер 42 видео распаковки и первое впечатление можете посмотреть по ссылке в конце этого ролика а сейчас полный обзор прежде всего пройдемся по внешнему виду по внешнему виду разделим впечатление о функциональности и внешнем виде отдельно внешний вид в принципе абсолютно заурядный на том же алиэкспрессе вы можете купить но если не сотни то десятки подобных подобного вида кроссовок в то же время если смотреть на аналогичные кроссовки вода именитых производителей то там цена конечно гораздо дороже и вот такие кроссовки ценовой политики имеют явное преимущество ну и чем же вот именно эти сиоми которые стоят в районе трех с половиной тысячи рублей будут отличаться от тех которые стоят тысячу рублей мы сейчас с вами подробно разберемся так прежде всего верх как я уже сказал выполнен в форме носка имеет эластичную структуру достаточно хорошо тянется есть твердая пятка по-настоящему хорошие твердые пятки есть супинатор который все наверно видели схему конструкции этих кроссовки супинатор у нас располагается маленько видно все это вместе обеспечивает очень хорошее прилегание к ноге ну и соответственно комфорт для занятия спортом я бы даже сказал что шнурки несут чисто декоративную функцию потому что сама эластичность материала она в принципе на ноге ощущается как компрессионная повязка то есть сам кроссовок полностью фиксируется на голеностопе очень плотно и затягиваешь руки необходимости даже не возникает еще раз неоднократно повторюсь и материал и конструкция они полностью способствуют комфортному занятию спорта но что комфортно для спортсмена не всегда комфортно для повседневного используя то есть хочется сказать о том что прилегание в районе голеностопа такое плотное и так хорошо ощущается на ноге что в течение дня при повседневном использовании это будет ну вот я попробовал и доставляет наверное все таки какой-то дискомфорт не то чтобы неудобство но дискомфорт голеностоп полностью стяну кроссовка держится на ноге хорошо но выдерживать это какое-то продолжительное время наверно не каждый сможет еще один маленький косячок сейчас что мне очень не понравилось то есть вот сама вот эта подшивка сейчас конструкция смотри кроссовок вот это сама внутренняя подшивка серого цвета она в этом месте абсолютно никак не закреплена и удерживается внутри наклейка материале причем не очень плотно и поэтому когда вы разуваетесь это всегда задирается это место вот так и со временем я даже думаю не очень долго на продержит она начнет рваться разрушаться уже говорили что вверх выполнен из трикотажного материала здесь в районе носка в районе носка бедрявая вентиляционная сетка сейчас картинку ставлю посмотрите на что это похоже и даже если будете брать черный цвет то использовать кроссовки с ляпотную погоду наверно будет не очень комфортно то есть вся влага будет попадать в эти отверстия скажу еще по поводу подошвы в принципе по большому счету к подошве подошва замечательная но замечательно она будет только при условии использования и зале на беговой дорожке ну или в других комфортных условиях если использовать эти кроссовки на пересеченной местности я даже сразу покажу вот это место да она очень очень мягкая то есть все камушки веточки сучки они будут втыкаться протыкаться из такого же материала состоит вот этот место у нас гиби и все что серое за исключением вот этих двух полосок супинатора границы супинатора маленько можно наблюдать вот этот материал очень мягкий остальной поверхности претензий нет сцепления с любовью дорожкой нормальные хорошие сама подошва приклеена к верху на первый взгляд основать я думаю в стиралке ничего не отвалится можно быстро часто и регулярно поддерживать его в чистоте отдельно хочется отметить что шнурки имеется это отражающие вставки язычок поначалу можно думать что он полностью светоотражающий но на самом деле светоотражающий элемент только вот это вертикальная полоска теперь давайте поговорим об о чипе который называется интеллигент чип располагается ну и конечно все уже знаете располагается внутри кроссовков такой своеобразная ниша между такой внешний вид имеет питание от обычной таблеточной батарейки производителем заявлен срок работы от этой батарейки порядка двух месяцев работа чип активируется при начале ходьбы там или бега то есть видимо в спящем режиме он до этого находится раньше никогда не имел дела с умными кроссовками и у меня первоначальное впечатление было вот он речи чипа такое что он будет функционально функционально будет напоминать что-то как mi band на то есть будет считать шаги будет считать расстояние будет накапливать эту информацию и передавать ее на смартфон ну и тут меня настигло разочарование по факту это чип информацию не накапливает и работает взаимодействие со смартфоном то есть что получается чип не знаю что потом гибро датчик стоит передает информацию о каждом шаге на смартфон смартфон подключенный gps составляет маршрут на основании пройденного расстояния поэтому gps и количество шагов делает расчеты о калориях и тому подобное чип является отдельным самостоятельным электронным устройством его можно использовать отдельно я пробовал сделать вот так вот сейчас покажу для испытания чипа я набрал вот new balance отсюда подшильдик его пихал ну понятно да вот так пихался подшильдик и вот таким вот образом его тестировал вот этой петелькой за шнурок зацеплял чтобы не потерять то есть сам чип абсолютно не привязан к этой обуви можете использовать его с любой обувью не знаю как наверно даже повесить на шее вам то же самое будет будет выполнять свои функции точно так же вот и продолжим о функциональности самого чипа самое главное чип не накапливает информацию о ваших физических нагрузках как это делает например mi band band 1 mi band 2 то есть вы можете с ним бегать независимо от смартфона приходить домой и там уже при синхронизации вся информация будет отражаться в приложении нет здесь прежде всего смартфоне нужно включить отдельно приложение там есть кнопочка бег смартфон подключенный спутник навигации будет фиксировать ваше местоположение результате будет составляться карта вашего передвижения и уже оперировать этими данными как расстояние и как количество шагов смартфон будет делать дополнительные вычисления о калориях и тому подобное что хочется сказать пробовал использовать без смартфона информация никак не накапливается установим назад чип но сейчас по размеру пройдемся и так друзья про размер поговорим сейчас про размер производитель но и все продавцы предлагают для определения размера одну и ту же таблицу и сразу скажу что по крайней мере для размера 42 для моего размера эта таблица полностью совпало то есть обычно я покупаю всю обувь ориентируясь на американский размер которых на этой табличке размер юз все покупаю восемь с половиной опять же вот тот же new balance вот один в один достали стеречку стеречку сравниваем new balance восемь с половиной американский размер также сравнивал с adidas он сравнивал с пумой то есть этой таблице можно пользоваться размер полностью совпадает с аналогами единственное ребята вот обувь эко евро 41 на обувь эко кто носит тот знает размер юсовский не ставится также евро то есть если взять обувь эко будет сопоставима с размером 41 для того кто будет при покупке ориентироваться итак ребята всем спасибо за просмотр этого ролика я надеюсь что какой-то помощь выборе нужны вам эти красотки не нужны я помог сделать ну и желаю вам удачных покупок хороших товаров всем всем спасибо и пока пока